Всем привет! Сегодня хочу показать вам рецепт просто элементарных творожных вафелек, которые я готовила ребенку. Сейчас очень много мы переготовили чего творожного, поэтому это один из тех рецептов, которые понравились именно ему. Тимочка, ну как тебе, вкусно? Да! Нравится? Да! Со смородиной или с пудрой? Смородиной! Мы, как и все, сейчас сидим на карантине, дома, и поэтому без помощника мне не обойтись. Приготовить такие вафельки очень просто, поэтому будем готовить вдвоем. Для начала смешаем обязательно размягченное сливочное масло, творог, сахар и ванильный сахар. Добавляю сюда яйцо и буквально чуть-чуть подобью, чтобы творог уже начал расходиться у нас. И теперь сюда добавлю 1 четвертую чайной ложки соды. Это совсем-совсем чуть-чуть, вот так вот, чайной ложки. И продолжаю перебивать. Так как у нас совсем чуть-чуть соды, кислоты в творог будет достаточно для того, чтобы ее погасить. Поэтому гасить дополнительно мы ее не будем. Получилась очень легкая такая воздушная масса. И теперь осталось только добавить сюда муку. В муку сверху посыпаю тоже 1 четвертую чайной ложки разрыхлителя. Разрыхлитель создает такие более мелкие порки, чтобы у нас в общем вся масса была слегка воздушная. А сода создает именно такие воздушные пузырики. Все, перемешиваем ложкой. Получается довольно такая легкая масса. Немного плотнее, чем бисквитная. Приступаем к жарке. Я слегка смазала кокосовым маслом гриль. Туда где-то по столовой ложке тесто. Я их не делаю очень большие, чтобы ребенку было удобно кушать. И поджариваю. До красивой корочки, до вкусного запаха. Их, конечно же, можно присыпать сахарной пудрой. Я их даже не успевала присыпать, намазывать. Ты воруешь? Тим, ты воруешь? А ты со всей тарелкой? Только нагревались. Очень любит мой ребенок со смородиным вареньем. А вы там пробуйте, как уже понравится вам. Это очень просто, мега просто. И очень вкусно и ароматно. Обязательно пробуйте. И не забывайте про палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.